Это как бы, скорее всего, работа вокруг этих биф-дейта, да, то есть собирание информации, как это обрабатывание этой информации. А вот красивых идей, типа, вот, там, законы Ньютона, да, ну, таких, в общем-то, практически мало, но их и не должно быть, потому что, когда лучший закон, ну, много, все остальное, вообще, через них не будет. Хорошо. Здесь, если кто-то продолжает работать в этом направлении, мы были бы очень рады сотрудничеству, потому что у нас огромный материал. Сейчас мы занимаемся физической активностью, сейчас это модное направление, но очень здорово продвинулись, что внимание, биология этого процесса, и там тоже очень много чего надо моделировать, потому что делается все как бы на коленке, мало очень адекватных моделей, а необходимость в этом нет. Потому что, потому что, вот, кто знает максимальную переносимость физической нагрузки, поднимите руки. Вот, а даже вот нашему поколению, нашим замечательным особяминам, сказал, идите в фитнес-клубы, они для вас открыты, да. У меня, у меня дочка занимается фитнесом, и она говорит, а как мне назвать группу этих, так, людей из поднимутого возраста, так, чтобы, в общем-то, это было интересно. Я ей сказал, назову это ускоренный путь к рабовой доске, потому что, в общем-то, конечно, вот так вот как бы пойти, да, и не знать как, ты чего, то это только так, да, потому что нельзя просто взять и начинать, в общем-то, какую активность. То есть, вот, мы сейчас, очень простые методы, и мы сейчас смотрим какие-то тесты, это такая маленькая ступенька, да, разного размера для мужчин, для женщин, да, и они там должны наступать в верхнюю зверху в течение шести минут. И тогда можно определить, даю максимальный пульс, который, в общем-то, тебе, допустим, ну вот мои студенты, только что прошли, значит, они эти шесть минут проходят совершенно просто. Я несколько депренированный человек, но более десяти раз на эту ступеньку я забраться не мог, потому что, в общем-то, ну, все-таки у каждого есть, как бы, переносимость, хотя, в общем-то, я занимался его тренажером, мне просьба 95-100. И калорийность, в общем-то, там, за 20 минут делая нормальное, но вот этим никто не занимается. Вот так, квалифицировано, как надо. И очень много моделей, очень много представлений физиологические, биологические, патофизиологические. У нас с института биологии, Владимир Владимирович, кто там у нас был с лабораторией физической активности? Фамилия? Ну, не фамилия, да. Ну, в общем-то, приходили к нам ребята, которые, в общем-то, мы с ними будем сотрудничать. Ну, это физиологи, это не математики, не биофизики. Поэтому хорошо было бы, если, скажем, у нас есть молодые ребята, которые этим занимаются и этим интересуются, то мы могли бы объединить все себя. Это клиника, ну, я, прежде всего, диабетолог, естественно. И я так думаю, что летом я закончу книжку, она будет называться «Сахарный диабет и физическая активность». Она по объему будет страниц 500, в общем-то. И я сейчас с большим удовольствием сейчас работаю над этим материалом. Если ваши молодые сотрудники, я не вижу, что ты сами по себе молодые, заинтересуются этой проблемой, то можно было бы, в общем-то, у нас хороший собирается материал по отмоделированию средств. Для отмоделирования. И можно было бы, в общем-то, этим заняться. А что за проблема? Здесь не скрывается все, то есть она обшелась, то есть закрывается.